С развитием социальных сетей появилось и огромное количество виртуальных конкурсов. Организаторы обещают различные выигрыши и подарки, нужно лишь просто выполнить несложные задания. Но в большинстве случаев такие конкурсы иначе как розыгрышами не назовешь. Знаете, я вообще вот сколько в конкурсах участвовала, мы никогда где-то никогда не побеждали. И у меня даже ребенок говорит, мама, не надо, давай участвовать не будем, все равно мы не победим. С некоторым скепсисом Юлия Ляхова приступила к конкурсу на странице Артема Турова. Этот пост политический деятель разместил ко дню народного единства в одной из социальных сетей. Результатом решения Юлии стала победа. Нам очень приятно сегодня вручить вам приз за победу в одном из таких конкурсов, который проводился при поддержке партии «Единая Россия» с регионального отделения. Это поездка в Санкт-Петербург, где находится крупнейший в России этнографический музей. Благодаря своему любопытству и активности Юлия и ее семья отправятся в Северную столицу, где для них уже подготовлена культурная программа. При этом ценность подобных конкурсов и участие в них на самом деле намного выше. Это в первую очередь возможность заявить о себе. Вторых, это все-таки определенная самореализация. В-третьих, это возможность все-таки найти таких же своих сторонников, тех людей, которые интересуются той или иной проблемой. Пример Юлии Ляховой наглядно показывает, что любопытство совсем не порог. И наша личная удача часто зависит от нас самих. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.